На востоке Казахстана десятки медучреждений в отдаленных селах нуждаются в обновлении. Именно поэтому в регионе с прошлого года реализуют пилотный проект по модернизации сельского здравоохранения. Строят 36 медпунктов. Впервые за 40 лет капитально ремонтируют и больницу поселка Новая Бухтарма в районе Алтай. В каких условиях вынужден трудиться персонал в ожидании завершения работы, увидела моя коллега Анель Иссенбердина. Больницу в поселке Новая Бухтарма построили больше полувека назад. При этом единственный капремонт здесь проводили в 1985 году. Неудивительно, что с тех пор здание изрядно обветшало и прикрыть дефекты просто краской уже не получалось. Но главное помещение не соответствует нормам, делится персонал медучреждения. Ну представьте, электропроводка постоянно вся горела, канализация, везде все, постоянно были порывы. В общем, практически было работать очень тяжело. Мы больница, мы работаем по приказам, по санпинам. У нас должна быть соответствующая чистота. А мы работали вот в таких условиях. Не устраивают они и местных жителей. Общественники говорят, что устали обивать пороги. Но в этом году их наконец-то услышали. Старая крыла больницы дорабатывает свой последний сезон. Уже зимой пациентов начнут принимать в новых кабинетах отремонтированного здания. Состояние больницы было очень плачевное. Страшно было зайти. В советское время еще построили, в 70-х годах. Ну не знаю. Вообще очень страшно. Сейчас зайти можно приятно. Вот окна хотя бы земли, крыши, все это, коммуникации, все это. По соседству в поселке Октябрьский износ медпункта и вовсе официально признали стопроцентным. Старое рассохшееся здание продувается всеми ветрами. Медсестры пытаются заделать окна пленкой, но тепла это особо не дает, жалуется фельдшер Наталья Сорокина. Тут зимой по 10-8 градусов в помещении. Это ненормально. Как детей раздевать маленьких? До года детей как я должна раздевать? Их же надо всматривать, чтобы патологию не пропустить. А как это сделать? Впрочем, неудобства испытывают и взрослые пациенты. Площадь этого медпункта в старом домике всего 90 квадратов. При этом здесь обслуживаются почти 2000 человек. С поселка Октябрьский и станции Вухтарма. Сезон простудных заболеваний. Маленький коридор просто не в состоянии вместить всех пациентов. В итоге очереди выстраиваются такие, что часть людей вынуждены ждать медпомощь на улице, даже в дожди и морозы. Поэтому сейчас в Октябрьском строят здание с нуля. Большое и современное по проекту модернизация сельского здравоохранения. Благодаря его реализации в прошлом году в отдаленных районах области появилось 17 новых медпунктов. А этим летом начали возводить еще 19. Рассказывает глава управления здравоохранения. В планах отремонтировать и другие больницы. Мы все понимаем, что объектов для ремонта здравоохранения очень много. И нужны большие средства для этого. Поэтому принято решение поэтапного ремонта. То есть мы будем это в течение пяти лет приводить все в соответствие. Всего в регионе в ремонте сейчас нуждаются 65 больниц. Для проведения работ из бюджета потребуется 13,5 миллиардов тенге. Анна Лисенберг, Дмитрий Валканов, Восточноказахстанская область, 24 Кизет.